Служба информации ОТВ продолжает вас знакомить с самыми актуальными и интересными новостями региона. Это происшествие. В студии для вас работаю я, Антон Зубков. Здравствуйте. Огненное утро выдалось для жильцов одной из многоэтажек в Миасе. Здесь в квартире на пятом этаже мужчина решил покурить. В итоге пришлось вызывать пожарных. На место ЧП выехал наш собственный корреспондент и пообщался с пожарными, с собственником злополучной квартиры и с соседями. Смотрим. Он уже не первый раз то кастрюлю поставит, забудет пьяный, то чайник. Один раз кастрюлю поставила, дымить начала. Ладно, я проснулась. По одной из версий, в момент пожара в квартире находилась хозяйка квартиры, ее сын и его дядя. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Брат хозяйки закурил в одной из комнат, что явилось предварительной причиной пожара. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели. Им предстоит установить истинную причину возгорания. Вот моя комната. Ну это вода, это пожарники заливали. Вот сына комната. У него тоже все чистенько. Вот он только себе окно разбил, весь порезал. Сейчас в больницу ездила. Примянник увидал дым, полез спасать. Дядю разбил окна, порезал себе руки. Очень сильно. Руки были ушиты. Дядя в тяжелом состоянии. Жег верхних дыхательных путей или отравления угарным газом. Ну и накануне употреблял очень много алкоголя. Может быть и алкогольная кома. А пока, так сказать, состояние пока тяжелое. И прогнозы пока непонятные. Еще один пожар без крыши над головой оставил семью из Чебаркульского района. Супруги совсем недавно построили дом в деревне Малково. Но пожить в нем не успели. Минувший ночью в 30-ти градусный мороз строение сгорело почти дотла. Остались только стены. Видео, на котором бушует пламя, нам в редакцию прислали очевидцы. Ехала в сторону Малково, увидела, пожарные машины мимо проехали. Решила посмотреть, что это там такое. Потому что там дым виднялся. Поехала за машинами, подъехала, когда там весь дом был охвачен просто огнем. Все искрило. Две пожарные машины, получается, работали там. Ну и третья уже подъехала. Известно, что пожар вспыхнул в 10 часов вечера. Жильцы сами пытались потушить огонь. Но когда пламя перекинулось на крышу, вызвали МЧС. И быстро вышли из дома. Никто не пострадал. Но дом восстановлению не подлежит. Крыша и пол сгорели. Остались только кирпичные стены. Известно, что построили его два года назад. Хозяева даже не успели полностью сделать ремонт внутри. Сейчас на пепелище работают пожарные дознаватели. Они считают, что огонь вспыхнул из-за неправильно смонтированной печи. А в Челябинске виновник пожара попал под суд. Сегодня приговор выносят мужчине, который отважился на преступление против религии. Сжег православный храм. Что стало причиной такого поступка и какое наказание получил подсудимый, расскажет Елизавета Болдырева. Я нахожусь в суде Калининского района. Здесь слушается дело о поджоге храма. На скамье подсудимых только один человек. Вот он. Чувствует себя совершенно спокойно и от камеры не прячется. Рассказывает, почему покусился на святое. Год назад этот 36-летний мужчина пролез под забор, проник в строящийся храм и поджег строительные материалы, хранящиеся в нем. Деревянное сооружение полыхнуло мгновенно, но сгалеть дотла церковь все же не успела. Пламя потушили вовремя подоспевшие пожарные. Ущерб составил около миллиона рублей. Во-первых, очень сильно пострадала южная стена храма. Она практически была изнутри уничтожена огнем. Снаружи храм также был очень сильно задымлен. Верхние венцы, поскольку все-таки речь идет о деревянном строении, понятно, что пламя мгновенно его охватило. И очень сильно пострадала кровля. Сейчас церковь полностью восстановлена и открыта для прихожан. Но гепархия добивается возмещения ущерба. А вот строгого наказания или заключения под стражу не требует. Но у суда свое мнение. Признать токуна Андрея Викторовича виновна в совершении преступления, предусмотренного пунктом, частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отзыванием наказания в сприте на колонии строгого режима. При принесении приговора суд учел, что поджигатель ранее уже был судим за нанесение тяжкого вреда здоровью, а также привлекался к административной ответственности за то, что нарисовал свастику на руке. Но были и смягчающие обстоятельства. Вину признал, рассказался в содеянном, ходатайствовал рассмотрение уголовного дела в особом порядке. При этом, как следствие утверждает, говорит, что оказывал садиста в раскрытии преступления, был задержан уже после совершения преступления и рассказал о том, каким образом поджигал храм. У него на иждивении двое детей находятся. А я добавлю, что несмотря на заключение под стражу, материальный ущерб подсудимому все же придется вернуть. Елизавета Болдырева, Борис Абрамов, ОТВ. Мяси, жители пятиэтажки шокированы поведением соседа. Мужчину, который частенько устраивал шумные вечеринки, подозревают в убийстве своего приятеля. Преступление, как признался сам подозреваемый, совершил в собственной квартире. А тело убитого завернул в пакет, обмотал скотчем и спрятал на балконе. Там тело пролежало двое суток, пока в квартиру случайно не зашли полицейские. Хотели опросить хозяина по другому преступлению и заметили подозрительный сверток на балконе. Мужчина сразу же сознался в убийстве. По данным следствия, приятели в тот вечер не только выпивали, но и употребляли наркотики. Затем поссорились. Тогда хозяин квартиры схватился за нож и ударил приятеля в живот. А затем вынес тело на балкон. Хотел избавиться от него позже. Следователи установили, что убитому жителю Миаса было 35 лет. Он нигде не работал. Ранее был судим и употреблял наркотики. Сейчас подозреваемый задержан. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве. Суда он будет ждать под стражей. Имманжелинские автовладельцы стали жертвами неизвестных хулиганов. Злоумышленники прокололи колеса машинам, припаркованным во дворах. Счет идет на десятки испорченных покрышек. Машины с проколотыми колесами стоят во дворах по улице Ленина, Энгельса и Титова. Автомобилисты предполагают, что преступники действовали с пяти до шести часов утра. В это время шел снег. И хорошо видны одни и те же следы, которые ведут от одной машины к другой. Жители предполагают, что хулиганы орудовали ножом. Порезы характерные. Многие из-за этого ЧП опоздали на работу. Раздался звонок от соседа. Говорит, что у меня пробиты два колеса. У него два колеса задних. Я подбежал быстренько. Мы начали смотреть, ходить по двору. Оказалось, что мы не одни. То есть у половины двора тоже или два боковых, или два задних колеса пробиты. На марку машины злоумышленники внимания не обращали. Пострадали как владельцы отечественных «Жигулей», так и дорогих иномарок. Все уже обратились в полицию. Сейчас стражи порядка опрашивают потерпевших и ищут очевидцев. ЧП на скользкой дороге. Авария случилась на плотине Шершневского водохранилища. Существовала серьезная опасность вылететь в воду. Мы располагаем кадрами последствий столкновения легковушек. О подробности ДТП нам рассказал один из участников аварии. Ехала женщина на «Тойоте Ярис» на «Красной» в левом ряду. Все ехали медленно. Я и она скорость была у нас где-то по километров по 40, может быть, там. Ну, не знаю, круче, до 60. Вот. И очень скользко. Из-за очень скользкого покрытия ее начало выносить на встречную полосу. То есть на меня прям вот. И я успел уйти вправо где-то метра на полтора. Но все равно она меня задела по касателям в дверь водительскую очень сильно. Вот. И меня откинуло в отбойник еще вправо. Добавлю, автоледи готова оплачивать ущерб и вину признает. К счастью, ни один из водителей не пострадал. А в Копейске мужчина умудрился совершить преступление против половой неприкосновенности 10-летней девочки. Прямо из камеры колонии строгого режима. Как у него это получилось, узнаем прямо сейчас. Вот он, тот самый мужчина. Развернулся спиной к суду. Последние 8 лет он провел в Копейской колонии. Осужден был по той же самой статье. Насильственные действия сексуального характера. Сегодня ему выносят уже второй приговор. Самой пострадавшей в зале суда нет. Девочка живет в Омске. Бояринцев создал страницу в социальной сети и под чужим именем переписывался с четвероклассницей. Отправлял ей интимные фотографии и жестко требовал того же в ответ. Девочка согласилась. Он признался, написал явку с повинной, затем дал признательные показания. Впоследствии он отрицал свою вину в совершении данного преступления. Но тем не менее, совокупностью доказательств, которые были исследованы в суде, его вина была полностью доказана, установлена. Если раньше Бояринцев сидел в колонии режима Строгова, то теперь его перевели на особый. На этом у меня сегодня все. Берегите себя и своих близких, будьте бдительными. Напомню, выпуск происшествий с эксклюзивными и свежими новостями смотрите каждый день, кроме выходных, в 21.20. Сейчас передаю слово моим коллегам Марине Клиновой и корреспондентам информационной службы Времени новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова